К культуре питания и обеспечению анапских школьников горячими завтраками городские власти уделяют пристальное внимание. Только в Анапе дважды в неделю все школьники получают молоко за счет муниципального бюджета. В этом году горячим питанием охвачено более 20 тысяч детей. Без малого 99% от общего числа учащихся. В прошлом году капитальный ремонт сделали в столовой и пищеблоке Витязевской школы. В этом году обновили цеха первичной и вторичной обработки. Но что сможет даже современное оборудование без умелых рук поваров? Их формула успеха в любви к своей профессии и детям. То, что вы лучшие, это важно. Поэтому мы сюда сегодня приехали поблагодарить вам. Сказать вам большое спасибо за то, что вы любите свою школу, за то, что вы вкладываете в нее душу. Правильно? Потому что если бы не душа, то вы бы, конечно, не стали призерами. У нас есть с вами перспективное выработанное меню. У нас с вами свежие овощи и фрукты. Потому что мы живем в благодатном крае, в Краснодарском. Нам не надо никуда ходить. У нас есть свои кубанские производители. К краевому конкурсу команда средней школы номер 3 подошла ответственно. Кубань – край многонациональный. В своем выступлении команда Анапы обратилась к греческой кухне. Жюри сразила национальное блюдо мини-спанакопита с творогом и шпинатом. Экспериментальное блюдо для питания школьников. Наши блюда, которые готовим детям, должны быть не только красивые, но и полезные. Соответствуют всем критериям. Наталья Панарина успешно прошла конкурсное тестирование в знании теории кулинарии. Хотя в поварском искусстве уже много лет. Когда я была в детском садике, мне было 5 лет. Я мечтала стать воспитателем, потому что в садике хорошо кормят. И не мечтала стать поваром. Несмотря на сложность конкурсов и профессионализм соперников, команда Анапы признана одной из лучших в крае. Потому что их главные судьи на самом деле ребятишки и их родители. Каждый родитель уверен, что в школьной столовой отрок получит в достатке пищу здоровую, свежую. А узнает он о качестве пищи завтраки, пробуя информацию, черпая там с уголка потребителя. От школьного питания во многом зависит работоспособность ученика, его настроение и самочувствие. Я взяла рыбу, картошку, огурец, чай, хлеб и яблоко. Почему? Потому что яблоко полезное, а рыба с картошкой мне очень нравится. Поздравляем конкурсантов с серьезной победой и желаем так держать.